Бабушки не сдаются. Российский музыкальный коллектив «Бурановские бабушки» вышел в финал международного конкурса «Евровидение-2012». Накануне они выступили в Баку в первом полуфинале, где представили песню «Party for everybody». Всего за право выхода в финал боролись 18 представителей разных стран. Из них после зрительского голосования и вердикта членов профессионального жюри в финальный поединок отобрали всего 10 участников. Вышел на митинг, придется раскошелиться. Госдума в первом чтении поддержала повышение штрафов за нарушения на митингах. В соответствии с документом воспрепятствования организации или проведению собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования, проводимых в соответствии с законодательством России, либо участию в них, а равно принуждение к участию в них, влечет штраф на граждан в размере от 10 тысяч до 900 тысяч рублей, на должностных лиц от 50 тысяч до полутора миллионов рублей. Сейчас эти штрафы пока колеблются от 100 до 300 рублей. На Самотлорском месторождении в Югре планируется построить первый в России полигон для переработки нефтесодержащих отходов инновационными методами. Он будет создан в рамках федеральной целевой программы снижения рисков и смягчения последствий ЧС природного и техногенного характера в России до 2015 года. Заказчик объекта МЧС России. Строительство запланировано на 2012-2015 годы, его стоимость составит 310 миллионов рублей, сообщает Федералпресс. Привязки к регионам быть не должно. Руководство российской ГИБДД предлагает полностью отменить код региона на госномерах автомобилей, пишет российская газета. В этом случае, к примеру, житель Сургута сможет без проблем зарегистрировать автомобиль в Новосибирске и сразу же получить регистрационные знаки. Если такое решение будет поддержано, то номерные знаки будут состоять из четырех букв и четырех цифр.